Якутск принял лучших шашистов страны. С 17 по 20 августа 234 спортсмена из 15 регионов бились за звание чемпиона первых в истории республики всероссийских соревнований по русским шашкам на Кубок Ладархана. О том, как это было, смотрите в нашем материале. В Якутии шашки пользуются большой популярностью. Благодаря первому президенту региона Михаилу Николаеву это движение приобрело массовый характер. Слова Михаила Ефимовича много лет назад дали старт развитию этого вида спорта в республике. Обучение шахматам, шашкам и освоение их теории учащимися общеобразовательных учебных заведений безусловно будет способствовать росту их духовных возможностей. Благодаря этому возрастет интеллектуальный потенциал всего общества и через небольшое время у нас появится целая плеяда новых молодых и талантливых ученых, управленцев, предпринимателей, способных обеспечить качественный скачок в развитии России. Наша задача – активно содействовать этому. Для шашистов всей страны первый Кубок Ильдархана стал поистине масштабным событием, поскольку на одном поле битвы собралось сразу большое количество титулованных спортсменов. 15 гроссмейстеров, 9 чемпионов мира и 30 мастеров спорта как российского, так и международного уровня. Одной из первых в Якутск прибыла команда из Иркутска. Среди них Дмитрий Никифоров. Он играет в шашке более 25 лет. С 2018 года шашист является мастером спорта, а год назад получил звание гроссмейстера России. По собственному признанию спортсмена, в шашках ему больше всего нравится красота комбинаций. Ну а главной целью турниров считает объединение спортсменов из разных регионов страны. Это, наверное, один из самых лучших турниров в этом году. Приехал по приглашению Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Ожидания. Приехал побороться. Состав очень сильный, поэтому победит сильнейший. Загадывать очень сложно. Но приехал встретиться, прежде всего, с друзьями, поучаствовать в хорошем турнире, ну и как бы, чтобы способствовало дальнейшему развитию шашек в Республике Саха-Якутия. Также на состязание прибыл почетный гость из Москвы, главный тренер сборной команды по шашкам Алексей Шонин. Ну, вы знаете, соревнования готовились очень давно, и турнир действительно долгожданный. Впервые проходит именно Кубок Илдархана на территории Республики Саха-Якутия. Знаю, что организаторы соревнований и Федерация шашек Республики Саха-Якутия очень много сил и времени потратили на подготовку. Собрался очень сильнейший состав. Я думаю, не будет уступать даже чемпионатам России. Здесь много чемпионов мира примут участие, поэтому качественный состав будет очень достойный. Я думаю, что будет очень интересно наблюдать за прекрасной игрой. И в целом, я думаю, что этот турнир будет такой некой весточкой, надеюсь, залогом на будущее, что турнир станет традиционным. И уверен, что он пройдет на самом высоком уровне. Торжественное открытие Кубка Илдархана состоялось в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Заместитель председателя правительства Сергей Месников отметил, что это одно из крупнейших спортивных событий этого года не только в Республике, но и в стране. Как отмечают эксперты, такого на соревнованиях российского уровня еще не было. Вообще турнир, наверное, сильнейший за последние годы в России. И 12 чемпионов мира, это уже чем-то говорит, что он участвует в турнире. Все сильнейшие спортсмены шашисты Республики обязательно примут участие, так как это такие вот именно соревнования на Кубок Илдархана у нас будут проводиться впервые. И с солидным призовым фондом, естественно, для нас, для всех шашистов, это большой праздник шашек намечается. И, конечно, всем хочется быть причастным, быть участником такого масштабного мероприятия. Среди именитых участников один из самых титулованных шашистов современности – десятикратный чемпион мира Александр Георгиев. По признанию спортсмена он приехал в первую очередь красиво сыграть. Да здесь много соперников, очень серьезная конкуренция. Мы много лет играем и на российских, и на международных соревнованиях, поэтому все хорошо друг друга знаем. Ожидание просто поиграть в шашки и сыграть в красивые партии. Также в гранд-турнире оспорила первенство звезда якутских шашек Матрёна Наговицына. Конечно, мы все будем играть, надеяться на победу. Как участник для меня радость не только стать победителем, да, если я выиграю, допустим, а еще и принять участие. Мне кажется, для любого это будет хороший праздник шашек. Принял участие и еще один фаворит якутских болельщиков Николай Гуляев. В шашки я играю с ранних лет, точно сколько было, не помню. Дома отец играл в шашки, и с бабушкой тоже играл в шашки. Потом в школе, в первом классе наш классный руководитель тоже, как сказать, тоже играли в шашки. А потом в пятом классе я уже переехал в Черпчинскую спортивную школу к тренеру Качкину Николаю Николаевичу. И с пятого класса уже, можно сказать, профессионально занимаюсь шашками. Сейчас я уже тренирую больше, чем играю, но в шашки интересно играть. Надо очень много думать над каждым своим ходом, и есть очень интересные идеи тактические и стратегические. Ну а среди самых юных участников турнира – семилетняя Кира Устинова, которая с шести лет играет в шашки и уже имеет целый список побед. Иногда по пять, иногда там по два, по три выигрывала. Еще я на республиканском соревновании когда-то выиграла второе место. Не нравится играть в шашки, потому что мне очень это хорошо отрывает ум. Я из-за этого становлюсь еще умнее, и мне это очень нравится. Я хочу, наверное, стать тренером по шашкам. Еще один участник опен-турнира – Олег Винокуров. Он играет в шашки с пяти лет и уже имеет звание кандидата в мастера спорта. Несмотря на свой юный возраст, спортсмен уже готов связать с шашками всю свою жизнь. Ну да, я хочу стать тренером. Еще хочу получить звание госмейстера международного. Я пришел на шашки с пяти лет. Мне понравилось, потому что там были добрые люди, тренер был очень добрый. И там мозг развивался. В чемпионате мира первое, второе, третье место занял. А в всероссийском – первое место и второе место. Ну там еще и в садике были места. Но думаю, не надо про них уже рассказывать. По итогам первых четырех туров турнирную таблицу гранд-турнира возглавили Николай Стручков, Николай Гуляев, Жанна Бупеева и Марудауло Амрилаев. По 7 очков идет Гуляев Николай, Стручков Николай, Гупеева Жанна, международный госмейстер Амирлоев. По 7 очков. По 6 очков. По 6 очков. Гупеев Кирилл. Белошиев Сергей. Дашков Олег. По 6 очков. Таранин Георгий. Ташрая Бажит из Башкирии. И Кольцев говорил. Их только с Хайкуте. Первая группа – это детская группа. В 2014-е младшие играют. Далее, в 2019-е и в 2013-е годы рождения. Также сегодня мальчики и девочки должны закончить игру. И помимо этого, еще у нас опен-турнир. Те участники, которые выступают, они должны выполнить норматив кандидата мастера спорта. Они очень хороший отбор проходили. Все перворазрядники. По итогам трех решающих туров были определены 8 участников, которые прошли в финал. Он проходил по олимпийской системе. То есть из восьмерых участников сначала остаются четверо, затем двое, после чего определяется чемпион. Общий призовой фонд Кубка превысил 1 миллион рублей. Организаторы подготовили для чемпиона поистине ценные призы. Победитель всероссийских соревнований на Кубок Эльдархана получает серебряную корону, медаль с бриллиантом, мантию, а дальше 350 тысяч рублей. Проведена, конечно, большая колоссальная работа для того, чтобы на этом турнире приняли участие столько знаменитых и именитых шашистов. И в пользу случаем мы хотим поблагодарить наше министерство спорта за поддержку идеи. И, наконец, 20 августа прозвучало имя победителя. Им стал спортсмен из Республики Крым Сергей Белашеев. Второе место занял якутский спортсмен Гаврил Колесов. Он получил 200 тысяч рублей. Молодой спортсмен из Московской области Иван Илясов занял почетное третье место и получил 100 тысяч рублей в качестве приза. Якутия, как всегда, встречает добродушно, красиво, все на высшем уровне. Первый раз в 2018 году мы здесь с Гаврилом Колесовым играли матч. Ну и вот сейчас во второй раз на таком престижном турнире, где, наверное, съехался весь свет русских шашек. Ну и вот сейчас в финал пробилось 6 международных гроссмейстеров. Я считаю, это очень сильный финал. Эксперты сходятся во мнении, что первый кубок Алдархана стал не просто масштабным событием для шашистов, но и заложил основу для проведения последующих состязаний на площадках Республики. Организаторы, в свою очередь, планируют на этом не останавливаться, а сделать мероприятие ежегодным.